Всем огромный привет! Добрый день, моя инстаграм-комьюнити, мои подружки инстаграмные. Это Татьяна Конкина, и сегодня я в Торонто, Канада. Буду здесь ещё какое-то время, но вот уже буквально через два дня опять улетаю в Париж. Так что присоединяйтесь ко мне, мы с вами сегодня поговорим о философии жизни. Это, наверное, самое главное, это основа вообще всего. И в школе бы желательно нас учили философии жизни, но, к сожалению, мы это понимаем намного позже. Почему я к этой цене возрасту? Потому что я встречаю много людей. Я сейчас приехала в Канаду, я встречаюсь со многими, со многими из своих друзей, своих знакомых, своих клиентов, и со многими разговариваю. И я вижу, какая разная философия жизни у людей. И как часто качество жизни людей зависит от того, какая у них философия. Поэтому я хочу с вами об этом сегодня поговорить. И во время разговора я хочу, чтобы вы думали и писали мне, какие вот вы видите вот такие установки людей. Ну, установки – какое-то слово вообще непонятно. Это на самом деле философия жизни. Ну, философы были всегда, они всегда учили всех. Привет, ребята, всем, Стамбул, привет, привет. Привет, Израиль, добрый, добрый. У меня 12 дня, я сейчас в Торонто. У меня сейчас немножко серое такое небо, но не жарко, красиво, зелено, очень хорошее качество воздух. Главное, что нет жары никакой, всё очень хорошо. Итак, мы сегодня поговорим об этом, хорошо? А вы во время разговора всё время думаете и пишете, какие вот вы видите у себя установки, какую философию вы видите у себя. Я буду сейчас приводить некоторые. И в чём ваша загвоздка? Можно вообще написать. Здесь взять хорошую записную книжку и написать «Моя философия жизни». Итак, начнём сначала. Спасибо, да, я вот сегодня в этой рубашке Лили Силк показываю с самого начала, что я сегодня надела. Я думала надеть джинсы, как всегда, в это время года. Ну, вот я надела юбку, которую я купила, когда была во Франции в Каннах. Массимо Тути юбка такая вот. И это моя Лили Силк рубашка, которую я вам показывала. Я вот её комбинирую с этой бордовой юбкой и такой шоколадного цвета рубашкой. Сюда добавила такой гранат, тоже такого же цвета, как юбка. Итак, мы говорим с вами о философии жизни. Но вы знаете, что всегда были философы. Кто такие философы? Кто такой Платон? Кто такой Аристофель? Аристотель, все знают, да, это были философы, которые учили людей жизни. Это учителя были такие, которые были мудрецы, которые много думали, много понимали, имели какой-то опыт. И они учили других людей жизни, как правильно в жизни, как хорошо в жизни. Мы с вами сделаем то же самое сегодня. Есть люди, которые уже имеют какую-то мудрость такую. Давайте мы у них будем учиться, у этих людей. Итак, Аристотель, начнем с него. Какие у него есть знаменитые 11 установок, именно вот как правильно. Он пишет такую работу, он учил своих учеников. Он видел, что одни люди очень успешные, у них хорошее, высокое качество жизни. А для чего нам нужна философия? Чтобы было высокое качество жизни. Но кто не хочет иметь высокое качество жизни? Все хотят. Даже если они говорят, что нет, мы не хотим. На самом деле, они просто не верят в то, что они смогут этого достичь. Но если бы им это дали бесплатно, они бы с удовольствием это взяли. Поэтому Аристотель заметил, что очень многие успешные люди, богатые, скажем, люди. Он же у нас родился в Македонии, в Греции, да? От 384-й год до нашей эры. Он заметил, что эти люди все обладают набором определенных качеств, которые помогают им вот по жизни быть тем, кем они являются, иметь именно хорошую такую жизнь. И он записал эти 11 качеств. Давайте я вам прочитаю, что это за качества. Это первое – храбрость, смелость, умение рисковать и умение принимать решения, не бояться ничего. Это первое качество. Второе – гордость, самоуважение к себе, к своей жизни, к своей персоне. Когда ты говоришь, это не мой уровень, мой уровень другой, я это себе не позволяю. Для меня есть другое окружение, для меня есть другие люди, для меня есть другая работа, для меня есть другая страна, для меня есть другой уровень одежды, машины, дома и прочее, прочее. То есть уважение к себе, гордость к себе. Следующее, третье – дружелюбие. Эти люди любят людей. Потому что я очень часто встречаю людей, которые говорят, я не люблю людей. Мне кажется, как это ты можешь не любить людей и жить в обществе? Сосайте. Эти люди, которые вокруг тебя, без них жизнь невозможна. А эти люди, от которых зависит только твой успех. И ты говоришь, что я не люблю людей. Но тогда надо просто хронически ходить к психотерапевту или к психологу. И разбирать, в чем дело, почему это, что с нервной системой, что не так. Это следующее, четвертое качество – скромность. Скромность во всем. В еде, в напитках, в умении разговаривать. Скромность, может быть, даже в одежде. В те годы даже люди думали об этом. Это древняя Греция. Скромность в одежде, скромность, может быть, в отношениях. То есть, скромность – высокое, хорошее качество, которым обладают вот эти вот люди. Люди, которых мы назовем люди с большой буквы. Пятое. Умение владеть своими эмоциями. Сейчас, ребята, я закончу, и у нас будет уже более такой разговор. Умение владеть своими эмоциями. Сдержать себя. Подумать, что этим я хочу сказать. Что я сейчас делаю. Что на самом деле, какой результат будет от моих действий. Ну, выскажу. Ну, напишу я хитровские комментарии. Вот такая она, зараза такая. Что будет? Я только покажу, кто я есть. Этот человек никогда мне не поверит, что он плохой. Я только покажу, что я малограмотная, некультурная, необразованная. И так далее. Вот умение владеть своими эмоциями. В разговоре с близкими, с детьми со своими. Со всеми. С окружающими. На работе. Обезде, обо всем. Не унижать никого. Вот это вот умение владеть своими эмоциями. Следующее качество. Свободолюбие. Отсутствие осуждения других в том числе. Свободолюбие, когда мы говорим, я не раб, я не плебей. Я не буду жить под таким гнетом, под таким диктатом. Я не буду жить, когда меня унижают. Я свободный человек. И я хочу реализовать себя в этой жизни на полную. Поэтому я не хочу никаких ограничений в этом. В разных ситуациях это может быть. Это может быть и в семье. Это может касаться страны проживания. Это может касаться семьи. Это может касаться окружения. Это также может касаться работы, где вы находитесь, вашего коллектива. Где вас могут угнетать, где вас могут унижать. Тогда девушка мне написала, как избавиться от токсичного окружения на работе. Иметь вот этого качества свободолюбие и подниматься выше, потому что если вы будете подниматься выше, там будут другие люди. Или менять страну, где это не принято унижать подчиненных, где наоборот хороший климат в коллективе. Или менять просто коллектив. Или менять себя, чтобы вы были на уровне, когда вас никто не может обидеть. Следующее качество. Терпение. Терпение, умение обдумать, умение подождать, умение принять правильные действия, с кем-то посоветоваться, с кем-то поконсультироваться. То есть принять взвешенное решение, а не действовать вот сейчас сразу, 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 быстро, быстро, быстро. Иногда нам нужно быстро, но опять-таки это все должно быть обдумано. Терпение – важное качество очень. Но оно не должно быть за счет свободолюбия, оно не должно быть за счет унижения нас. Это касается просто времени принятия решения, когда вы можете собрать правильную информацию, чтобы принять хорошее, правильное решение. Следующее качество – честность. Честность – важнейшее качество, без него никогда ничего не произойдет. Всегда все вернется назад нам очень плохим чем-то, если мы не будем честными абсолютно во всем. Это касается и отношений, это касается бизнеса, это касается работы, это касается абсолютно всего, это касается политики. Все всегда потом вернется бумерангом, если быть нечестным. Девятое качество – мудрость. Это умение думать или рассуждать, накапливать опыт, обдумывать, изучать, много читать. Вот я Платона сегодня слушала, и у него есть знаменитая такая теория пещеры, когда люди сидят всю жизнь, жили в пещере и никогда ничего не знали. А потом они выбирают из пещеры кто-то из них на свет и понимают, что жизнь другая, цветы пахнут, бабочки летают, небо голубое, море голубое красивое. И вернуться назад в пещеру к этим людям, у которых другое понятие жизни. Вот это тоже. То есть мудрость – это умение собирать знания. Знания и пользоваться этими знаниями. Еще одно качество, как харизматичность. Десятое качество – привлекательность. Умение притягивать к себе людей. Ну, это, конечно, внешность, о которой мы всегда говорили. Умение быть приятным человеком, красивым, дружелюбным, вежливым. Вот такая харизматичность, она обязательно должна сочетаться с внешностью. Поэтому все вместе, все, о чем я всегда говорю – это быть красивыми, это быть ухоженными, хорошо пахнуть, быть приятным людям, смотреть людям в глаза, разговаривать. Ну и последнее качество, конечно же, справедливость. Потому что у нас изначально, у нас эволюционное заложено качество справедливости. Мы всегда чувствуем и понимаем, когда это несправедливо, и это всегда вызывает у нас возмущение. Поэтому быть справедливым человеком по отношению к себе и к другим очень-очень важно. Для этого нам нужны границы, которые мы держим для себя, чтобы быть справедливым к себе. Не только к окружающим, когда мы умеем говорить «нет», когда мы ценим и любим свое личное время, свою личную жизнь, эмоцию, не впускаем туда тех людей, которые могут нарушить, принести нам что-то неприятное, некрасивое, и отношение такое же к другим людям. Вот это вот 11 качеств, которые нам дает Аристотель. Но он, правда, говорит, что все эти качества должны быть где-то вот так вот посредине, они не должны быть категоричными. Они должны каждый раз быть вот такими гибкими к ситуации, применять их по ситуации. Ну и вот я хочу с вами тоже сказать, а что такое вообще философия жизни наша с вами? Вот на конкретных примерах. Я немножко написала здесь, и хочу, чтобы вы тоже писали сейчас и тоже говорили сейчас, а что такое философия. Ну вот какая, например, я вижу у людей бывает неверная философия. Все мужчины, скажите, сволочи, да, все мужчины плохие, все мужчины изменщики, все мужчины такие, 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 как их только не назовете. Правда это или неправда? Конечно, нет. Конечно, это ваша философия, в которую вы защищаете свою боязнь перед отношениями с мужчиной. Это просто защитный механизм, когда вы говорите, они все плохие, поэтому я одна. Они все плохие, они такие, они изменщики, поэтому я в это не вступаю, мне это не нужно. Это чисто защитный такой механизм, который совершенно абсолютно неверный. Дальше. Следующее такое. Как добиться чего-то дано не всем, и не всем это нужно. Родители, дети помогают тем, кто всего достиг, кто построил хороший уровень жизни, или страна помогает, или все помогает, а вот я не на этом месте, у меня другая ситуация, поэтому я ничего не достиг, поэтому я живу, как 200 лет назад. Люди жили в своих каких-то хатах, в ситцевом платье, я вижу сейчас таких, женщин очень много по телевизору нам показывают. Но на самом деле это неправда, потому что другие люди взяли, там же родились, там же точно были рядом с вами, но они уехали, они сделали какое-то усилие, и у них другая жизнь. И мы знаем, что дело именно в том, что они обладали этими качествами смелости, как нам говорит Аристотель, и смогли это сделать. Следующая штука, говорят люди, у меня нет друзей, потому что они все плохие, они все используют меня, они все юзеры, они меня подводят, они все неверные, они все неправильные, поэтому у меня нет друзей. Ну, а ты сам какой? Как ты сам к друзям относишься? Может быть, у тебя слишком завышенные требования к друзьям? Потому что у всех друзей есть своя жизнь, и когда мы вместе с друзьями, это для того, чтобы нам было хорошо, чтобы мы радовались, веселились, путешествовали вместе, а когда что-то случится плохо, мы поможем друг другу. Но это только на основе того, что нам вместе большинство времени хорошо, и мы радуемся. Поэтому, если все время мы берем кого-то в друзья, кто будет только использовать нас, и все время у нас будет стресс, и стресс, и плохая ситуация, и все, то мы вряд ли будем долго дружить с этими людьми, чтобы нас просто использовали как какая-то жилетка, как говорят, с которой плачут, или бесконечная какая-то помощь, которая нужна. Нет. Дружба, она два свободных человека, для того, чтобы им весело, хорошо, все прекрасно, вместе интересно, и в плохие минуты они, конечно, помогают друг другу. Но это никогда сто процентов времени, все плохие минуты только. Следующее. Мне это не нужно, и так сойдет. Есть такая философия у людей? Есть. Мне и так сойдет, мне и так хорошо. Что за этим на самом деле стоит? На самом деле это стоит нежелание что-то делать, неумение что-то делать, нежелание учиться и открыть свой ум для тех людей, для тех знаний, которые есть вокруг, их полно. Но вы просто не хотите их принять, взять для себя, потому что вы считаете, что это лень, просто лень это делать. Сейчас я немножко прикрою блайндс, хорошо? Немножко яркое слово. Ну, еще приводите вы тоже. Дальше. Такая философия. Я имею право это сказать. Я имею право сказать всем свое «фе». Написать комментарий какой-то гадкий, или что-то высказать кому-то соседям что-то, или еще что-то. Я имею право. Это правда, и я имею эту правду говорить. Вот так вот. Это тоже философия жизни. Человека, которого никто никогда не будет любить, который никогда не будет абсолютно прав. Это просто обычное отсутствие культуры поведения, тактичности культуры поведения. Вот в этом вот все есть. Нет, я, ребят, не похудела. Нет, не похудела нисколько. Следующая какая философия, я, например, вижу. Меня никто не ценит. На работе меня не ценят, в семье меня не ценят, дети меня не ценят, никто меня не ценит. Это правда? Скорее всего, нет, потому что другие люди, у них все хорошо в семье, у них все получается, у них другая философия жизни. Они обязательно отдают что-то и получают что-то взамен. А если вы только все время ожидаете, что вас будут любить, 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 а вы ничего не отдаете взамен, вы только потребляете это, то, скорее всего, вас никто не ценит, потому что никому не нужны люди, которые ничего не дают другим людям, которые только ждут, что им это все дадут и сами не раскрывают себя вот для этой вот любви, для этого уважения окружающих. Такого у них нет. А вот на работе меня не ценят, а может, вы специалист не очень. Потому что других же ценят, других же поднялись, другие же люди в этом же бизнесе или на этой же работе, и они поднимаются, поднимаются, а вы нет. Может быть, дело в вашей квалификации, правда? Опять, но это философия. Люди так себя защищают, и они считают, что вот я такая жертва, меня не ценят на работе, я хороший специалист, но меня не ценят. Окей, но тогда ты перейди на другую, в такую же компанию, в другую. Может быть, там вас будут ценить, там другие люди, а нет, нигде не ценят. В чем же тогда дело? Скорее всего, дело в собственной квалификации. Или иногда я вижу, это уже даже не вопрос квалификации, это вопрос характера человека. Характер человека, который всех осуждает, который всем раскидывает везде недовольные взгляды, который всегда делает так, на любой вопрос, который к нему обращается. То есть вот такое тоже я вижу. И очень часто это вопрос именно тех людей, которые просто не умеют общаться в коллективе. Или это квалификации вопрос, или это вопрос просто воспитания. Но даже если нам не дали родители воспитания за годы жизни, мы сами могли его получить, потому что кругом понятно, как правильно. Все знают, как правильно. Или не знают кто-то. Итак, следующее. В бизнесе меня не ценят. Я хороший продукт делаю, но его никто не ценит, никто его не покупает. Но есть опять-таки такая вот позиция жертвы, когда вы, может, на самом деле делаете или неправильный продукт. То есть когда я вижу, что какие-то магазины где-то закрываются, вот здесь в Торонто, или вот в Каннах я видела магазины закрываются, это всегда магазины, которые продают какую-то просто никому не нужные вещи. Чаще всего это вещи, которые другой магазин тоже продает и тут рядом, а ты продаешь в надежде, что это кто-то купит, смотришь. А это вообще на самом деле уже устарело, никому интересно, никому не нужно. А вот Зара всегда двери открыты, и там всегда миллион людей, потому что это всем нужно. То есть в этом все делаю. Не то, что в бизнесе. Или ты не сделал маркетинг правильный. И у тебя хороший продукт, но у тебя нет возможности, ты не предпринял те шаги, которые должны быть в бизнесе, чтобы сделать правильный маркетинг со своим хорошим продуктом. То есть всегда это твой собственный, ваша собственная ошибка. Ну вот я не люблю людей, я уже сказала это. Это вообще просто самая ужасная философия, которая может быть, потому что это философия, которая отталкивает от тебя людей сразу. И сразу ставит тебя на место, что другие люди тебя тоже не будут любить. Как они могут тебя любить, если ты людей не любишь? Никак. Такого не бывает. Меня никто не любит, меня никто не ценит. Меня не ценят. Мне не повезло. Не повезло, ты что, на лошади что-то где-то ехал? Где тебе не повезло? Все эти не повезло лучше проанализировать и сказать себе, а что я сделала так, что это привело к таким результатам? А почему другие делают это по-другому, и у них другой результат? То есть вот такая должна быть позиция, разбор полный своих действий, разбор своих поступков, разбор своих мыслей, и тогда тоже повезет. Как говорил нам Ворон Баффетт, чем больше я работаю, тем больше мне везет. То есть позиция должна быть такая. Но работа должна быть смарт, она не должна быть просто работой. Можно бесконечно работать и ничего не заработать. Но это должна быть умная, продуманная работа. Мне всегда не везет. Есть такая философия? Есть у людей. Мне всегда не везет. Да, правда? А может, ты все время что-то не так делаешь? Опять-таки, подробный разбор ситуации должен быть. Дальше. Они жили в другие времена. Тогда можно было, а сейчас уже эти времена закончились. Ну, возьмем пример 90-х годов, когда люди стали супербогатыми олигархами в России, потому что делили собственность и незаконно получали эту собственность. Это правда, да. И вот они стали супербогатыми. Ну, в наши времена ты можешь стать супербогатым в IT-бизнесе, в биткоин-бизнесе, где угодно. Есть тоже очень много других бизнесов, где люди тоже становятся супербогатыми. Ради сегодня не становятся, очень много людей становится. Еще больше, гораздо, чем в 90-е годы. Поэтому тоже ложная установка. Ну, и я больная, тоже установка. Я все время больная. А что ты все время больная? Может, нормально, может быть, у тебя просто такая философия, что все должны тебя жалеть, и ты все время больная. Может быть, на самом деле. Я иногда вот в аэропорту смотрю, люди ходили, ходили, ходили по аэропорту, потом подходят уже там, где надо к самолету ехать, и им приносят тележку, и на этой тележке их везут. Я смотрю, люди нормально ходили все время, и что-то они вдруг на тележке едут. То есть вот такая тоже есть философия, какая-то постоянно к себе какая-то жалость. А это плохая философия, сжалость к себе губит человека. Она ему ничем не помогает, ничем. Ну, и последнее. Я устала, или, допустим, я полная от природы, я не могу похудеть. Тоже философия. А когда вы посмотрите, я вот смотрю на людей, которые очень суперполные, смотрю, как они питаются. Ну, если бы я так питалась, я бы тоже была 200 килограмм, любой бы был 200 килограмм, если бы так питались. Вот, но эти люди просто питаются неправильно и не занимаются спортом. Я вижу, вот вчера даже я хотела... Я бы не подошла никогда, конечно. Но я смотрю, девушка идет очень полная здесь в Торонто. Просто вот такая вот вся. Вот такая. И она несет огромный такой стакан, там, или чай у нее, или кофе с молоком, там, дабл-дабл, знаете, делает такой, там, двойная порция молока, двойная порция сахара. Вот она несет и это пьет. Я бы в жизни никогда не пила бы кофе с молоком и с сахаром, потому что это очень-очень калорийный напиток. Я просто выпью черный кофе без сахара, без ничего. Если я возьму сахар, то когда там эспрессо какой-то, и она очень горькая, тогда я туда добавлю сахар, чтобы выпить его. Так никогда. Просто черный кофе. Вот так что вся эта философия, скорее всего, ложная. Ее можно исправить. Исправить ее чем? Как это можно сделать? Знаниями. И она самоанализом. Вот этот самоанализ и хорошие, полезные знания всегда вам помогут быть на высоте и построить высокое качество жизни. Это высокое качество жизни. Вы будете получать удовольствие. Вы, ваши дети, ваша семья, ваше окружение. Вы сможете помочь тем людям, которым вы хотите помочь. Так что это большое-большое удовольствие. Всем салют. Спасибо, ребята. Спасибо. Итак, спасибо. Ну вот, я вам рассказала, что я понимаю о философии жизни. С паном по-хански, а с хамом по-хамски. Я не считаю, что это правильно, ставить людей на свое место. Я считаю, что образованные культурные люди просто повернутся и уйдут. И не будут с этими людьми связываться. Это некрасиво. Очень-очень некрасиво. Итак, спасибо, ребята. Да, эфир я сохраняю. Всегда эфиры сохраняются. А как думаете, совесть – это страх? Совесть – страх. Болезнь – ответственность. Боязнь – ответственность. Ну, у вас какие-то такие вот установки, которые разбирать все эти установки потребуется слишком много времени. Я не думаю, совесть – это страх. А вы сами как думаете, что такое совесть? Совесть – это когда вы имеете мораль, и эта мораль кем-то или вами нарушается. Ваша мораль – причем здесь страх? Вы считаете, что это зло, а вы участвуете в этом зле. Вы участвуете в убийстве людей, вы участвуете в разрушении стран, и вы считаете, что ваша совесть страдает, потому что вы считаете, что это неправильно, это зло. Вот что такое совесть. Вы поступили вопреки своим моральным установкам. Те люди, которые поддерживают зло, имеют другие моральные установки. У них совесть не болит. У них нет этого. То, что у них другие моральные установки, для них это нормально. Они люди с другой моралью. Вот что такое совесть. Поэтому страх здесь абсолютно ни при чем. Боязнь ответственности. Ну, это опять-таки боязнь ответственности перед кем? Перед собой или перед кем-то. Ну, это у вас здесь, вам надо очень долго разбираться. Вы знаете, что я делаю частные консультации и делаю менторинг. Если у вас есть такие вот серьезные какие-то ошибки в понимании вопросов, обращайтесь, я с удовольствием разберу. Ответственность, это даже, мне кажется, странно слышать, потому что если вы не берете на себя за что-то ответственность, вы на себя ничего не берете тогда. Вы тогда говорите, я все это отдам другим. Я отдам другим качество моей жизни. Я отдам другим ответственность за моих детей, за мою семью, за мое счастье, за мое здоровье. Как? Как можно бояться ответственности перед кем? Или взяться за какую-то работу? Вы боитесь ответственности перед коллективом, перед кем-то. Но все шаг за шагом делается. Маленькими шагами мы ко всему приходим, делаем определенные усилия, и тогда мы берем или не берем на себя. Мы просчитываем. Для этого у нас есть интеллект, ум, чтобы просчитать, я это могу сделать или нет, возьмусь я за эту работу или нет. Так, Татьяна, вы купили ремень Селин. Ну да, да, да. Философия – это следовать за своей мечтой. Никакого отношения философия к своей мечте не имеет абсолютно. Философия – это ваши умственные понятия о том, как вы будете жить. Поэтому, я же рассказывала, 30 минут. Что такое философия? Причем здесь мечта. Все мужчины посланы Богом. Ну да. И крылышки у них такие есть, они так прилетают к вам по ночам. Во Франции хорошие мужчины. У меня и у всех подруг прекрасные мужья, и не одного раза. Но это не значит, что во Франции все хорошие мужчины. Все мужчины разные. Сегодня мы видим самый большой скандал в мире, который когда-либо был во Франции, где мужчина насиловал свою жену, давал ей наркотики. Она была абсолютно без сознания. И он приглашал по интернету всех людей с улицы. Насиловал свою жену сам. Уже пожилую женщину, 72 года, что ли. И насиловали, приходили разные люди, там что-то 70 с лишним человек. Это самый вообще страшный процесс, который люди когда-либо слышали в жизни. Поэтому во Франции тоже много разводов, высокий процент развода, и много разных хороших и плохих людей, как и везде. Что можно назвать когнитивными искажениями? Ну, это вопрос не ко мне. Я не специалист в этом вопросе. Это вопрос к психиатру. Нам или для роста, или для наслаждения. Так, богатыми становятся в основном дети богатых родителей. Вот вам пример философии. Богатыми становятся в основном дети богатых родителей. Поэтому это не для меня. Прекрасно. Вот вам пример философии человека, который никогда не будет ничего делать для своего well-being, для своей prosperity, для своего материального достатка. Потому что у нее есть установка, что богатыми становятся только дети богатых родителей. Вы что, не знаете других случаев? Вы что прогуглить не можете? Сколько людей вам дуров посмотрите? У него что, родители богатые? Он вообще бог откуда? Путин, посмотрите, какой богатый. Он что, он вообще из семьи? Мама у него уборщица была. Вы что, а Ельцин какой был? И так далее. Эти такие примеры. А что, разве других? А посмотрите на Арни Бернард Арно, самый богатый человек во Франции сейчас. Он вообще в мире самый богатый. Он что, из богатой семьи? Он из никакой семьи. Абсолютно. Отец у него в construction работал, в строительстве. А что, Элон Маск из богатой семьи? Это даже просто пораскинуть немножко своим интеллектом, достаточно понять, что это совершенно неправда. Или у нас Джелл Бессос из богатой семьи? Вообще, из никакой семьи. Так. Смелость и ум. Так, негативные убеждения. Спасибо за бесценную информацию. Пожалуйста. Вот есть у меня умненькие девочки. Инга Болгар. Она всегда умничка. Она со мной на всех марафонах. Она со мной в школе. Она умничка. Вы правы. У многих туннельное мышление. Туннельное. Но это не надо доставить какие-то штампы. Туннельное мышление. Ну вот мы говорили про… Не туннель, а мы говорили про пещеру. Да, из которой люди… Да, вы сказали, пещерное мышление. Это по Платону. Но Платон именно такой вот у него была, что люди не знают, как можно по-другому, потому что им не хватает образования, знаний для этого. Да, не туннель, а вот пещера. Пещерное мышление. Честность, порядочность, доброта – это моя философия. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Вот Инга пишет, что ваши советы изменили мою жизнь. Умничка. Потому что не все умеют брать. Кто-то умеет брать, кто-то не умеет брать. Татьяна, привет из Лондона. Привет, привет, лондонский гэд. Привет. Спасибо, ребята, спасибо. Так что вот мой совет вам сейчас, вот заканчивая эту тему, взять и написать философию своей жизни. Вот просто заведите для этого тетрадь, или у нас, может быть, есть, и заведите, прямо напишите философию моей жизни. Как я вижу себя, как я вижу это общество, в котором я живу, как я отношусь к деньгам, какая у меня философия денег, например, да? Ну, я считаю, что деньги надо больше зарабатывать и больше тратить. Потому что жизнь одна, вот это что с философией? Жизнь одна, и надо получить от жизни максимум всего хорошего. Это почти моя философия, да. Я считаю так, что в жизни надо брать все, и есть у людей другая философия. Надо зарабатывать, 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 и ничего не тратить. Все оставить детям. Это тоже философия. С моей точки зрения, это неправильная философия. С моей точки зрения, детям надо дать возможность самим зарабатывать. Тогда они будут ценить эти деньги, которые они зарабатывают. Очень часто мы видим, что наследство, полученное кем-то, вообще не ценится. Его разбазаривают очень быстро, это наследство. И дети это ничего не ценят. Ценят люди только то, что заработали сами. Это моя философия. Какая у вас философия денег? Какая у вас философия отпуска? Вы считаете, что нужно сидеть на одном месте всю жизнь? Или вы считаете, что надо вообще побывать везде, по всему миру, все посмотреть? И вот это. Какая у вас философия отношений? Вы считаете, что вы равны с мужчиной? Или вы считаете, что мужчина всегда должен превалировать в семье? Или вы считаете, что вы должны превалировать в семье? Вот этот вопрос. Какая у вас философия секса? Как вы считаете, сколько здесь и как эти отношения должны складываться у вас? Это тоже ваша философия. Она тоже основана на вашем опыте, на ваших знаниях, на вашей смелости, на вашей дружелюбности, на вашей мудрости, на всем этом. Какая у вас здесь философия? Какая у вас философия воспитания детей? Это большое-большое дело. Вы считаете, что детей надо супервайз, все время каждый шаг их контролировать, во всем водить, уроки с ними делать, по школам возить, все проверять, в комнату заходить, в их комнату, или вы считаете, что детей надо отпустить и дать им возможность самим эту жизнь познавать, вам только направлять их немножко своей мудростью, только говорить их, поощрять их, или вы считаете, их надо наказывать. Это тоже философия. Поэтому вот такие вот по всем этим вещам, какая у вас философия здоровья? Вы считаете, что вы здоровы, и какие-то болезни возникают, это вообще вы их не замечаете, не обращаете на них внимания, вы быстренько займетесь спортом, чтобы вы не болели. Какая у вас философия долголетия? Какая у вас философия питания? Вы считаете, что надо изучать? Какая у вас философия получения знаний? Вы считаете, что нужно получать самые научные, современные знания умнейших людей планеты, которые свет этого общества? Или вы считаете, что нужно погрязь в религиозности, в том, что мама, папа говорили, которые тоже не имели никаких знаний, или ваше окружение вам говорит? Какая у вас философия здесь? То есть это всё философия. Поэтому, изменив свою философию, вы меняете себя. Вы не просто меняете себя. Вам нужно в первую очередь поменять свою философию. Привет из Флориды, привет из Украины, привет из Санкт-Петербурга, из Италии, Сан-Франциско. Привет! Что за бред, говорит Ханна Моргун про тележки? Вот мы сразу видим, что у Ханны Моргун или Морган, я не знаю, как правильно, у неё вот такая философия. Все вокруг дураки, и говорят они всякую чушь, а я одна такая правильная, умная, и я им скажу, что они вот такую вот чушь говорят. А это нам говорит о чём? Нам говорит о том, что у Анны плоховато с воспитанием, плоховато с культурой. Вот и всё. Так, Украина, подскажите, что же от тени у вас? Глаза стали выразительными. Я сегодня у меня такие вот, в Италии я купила сиреневые тени, немножко слегка я наношу сиреневые тени, и обычный мой метод, как я крашу глаза. Я провожу таким вот Шанель карандаш, у меня есть Кассис, он не Кассис называется, он называется Нуар Руш. Я крашу им корни, а потом сверху провожу чёрный Том Форд подводкой. И крашу реснички, и всё. Всё очень быстро и просто. Теме почти делаю одно и то же. Я люблю такие сиреневые тени, и люблю зеленоватые тени. Что может исправить когнитивно-поведенческая терапия? Всё может исправиться. Абсолютно всё. И питание, и поведение, и философия. Конечно, всё исправит ваш мозг. То есть вы говорите мне, изменит ли моё поведение мой мозг? Ну, естественно, да. Если вы будете в барах просиживать, пить пиво, разговаривать с не очень умными людьми всё время, курить сигареты, у вас будет один мозг. И лениться, и ничего не прогрессировать нигде. Если вы будете в обществе умнейших людей, и вы на интернете их найдёте, будете развиваться, будете читать умные книги, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, у вас будет другой мозг. Это как бы очевидные какие-то вещи, естественно. Жить в моменте и наслаждаться. Так, Татьяна, когда возвращаетесь во Францию, будете ли вы весной делать встречу для подписчиков? Да, вот наверняка я вернусь во Францию. Сейчас мы слетаем в Париж только на неделю. А потом мы вернёмся, наверное, в конце октября только. Сегодня мы пошли подавать на визу. Оказалось, что надо сделать новую аппликейшн. И им нужно будет, наверное, 3-4 недели, чтобы эту аппликейшн уже провести. Много времени нужно. Надо было нам раньше приехать. Тогда бы я в море не купалась. В августе в Каннах температура воды была 28 градусов. Была просто прелесть. Совесть – это ограничение. Совесть – это моральные установки. Это не ограничение. Это моральные установки. Если вас где-то мучает совесть, что вы кому-то что-то сказали или поступили неправильно, причём тут ограничение. Ну да, ограничение, что-то делать или не делать, конечно. Но это, в первую очередь, моральные установки, которые у вас есть. Какие у меня ближайшие планы или желания по путешествиям, особенно по Европе? Мы вот когда уже приедем с визой, тогда, естественно, осенью, зимой, весной, конечно, мы будем путешествовать. Ближние путешествия, дальние путешествия. Конечно, будем путешествовать. Будем смотреть, где какая погода есть. Будет ли у вас эфир с Леной Лениной? Я не думаю. Я не думаю. Мы уже делали один эфир. Я не думаю, что нужно продолжать. Если возможно, дайте ссылку на видео, где можно начать разбирать. Что разбирать? Так, кому-то это обращается не ко мне, да? Так, Татьяна стала жить по вашим правилам. Встаю в 5.30, поменяла питание, делаю зарядку, говорит там Люба. Но энергия просто прибавляется с каждым днем. Удивительно, но энергия прибавляется с каждым днем. Ну вот видите, я вам говорила. Благодарю с приветом из Беларуси. Вот так вот. То есть, чтобы появилась энергия, нужно ее сначала... Так, я сегодня делаю без маски. Вообще без всякой. Я сейчас вижу, что я опять стала какая-то белая. Что это такое? Как это вообще происходит? Ну, с лицом стала. У меня нет никакой маски сегодня. Я делаю абсолютно просто так сижу. А сейчас я вижу, что включилась какая-то маска. Как ее убрать? Кто-то знает? Вот это что такое? Так. Вот здесь наверняка это будет. Вот. Вот. Нет, не знаю, как вы... А, вот, кажется, все убралось. Да. Хорошо. Наверное, это задело что-то. Так. А к чему посвящен эфир? Эфир посвящен философии жизни. Какая у кого философия жизни? Во всем виновата лень. Ленивые люди придумывают себе отмазки, чтобы оправдать свою лень. Нет, ну, это вообще совершенно неправильно тоже у вас с точки зрения. Потому что иногда ленивые люди придумывают гениальные вещи. И это хорошо известный факт. Кто придумал стиральную машину, а человек, жена которого не хотела стирать. И все вещи, которые придуманы для облегчения чего-то, очень часто придуманы людьми, которые не хотели что-то делать. Поэтому лень – это или отсутствие энергии, или отсутствие мотивации. Или то, или то. Поэтому смотрите, чего вам не хватает. Или энергии, или мотивации. Красивая сегодня блузка. Да, вам нравится? Да, мне тоже. Мне так нравится этот коричневый цвет, такой красивый. И очень хорошее качество. У меня есть две блузки, три даже итальянские блузки. Вот Гуччи две блузки. А вот это вот от Лили Силк. Я вам делала видео про Лили Силк, вы по-прежнему можете туда обратиться и купиться. Я сравниваю сейчас. Я приехала сюда, у меня вот эти вот две блузки шелковые от Гуччи и одна от Антонелли. Очень высокие бренды все. И они абсолютно такие же. Абсолютно. Даже вот эту вот я с большим удовольствием сегодня надела. Качество вообще потрясающее просто. Потрясающее. И кат тоже очень хороший, фасон очень хороший. Спасибо. Так что покупайте себе шелковые блузы. Удовольствие их носить. Я сейчас пойду в Париж, я в основном с собой возьму шелковые блузы. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Татьяна, вы классная всегда. Жду вашей эфиры. Спасибо, ребята. Отпустить и дать возможность. Так. Как вас не хватало? Я всегда, я регулярно делаю все. Девочки, я смотрю, мои друзья говорят мне, как это так? Три месяца была в Каннах только одно видео. Это то видео, которое я поставила на Фейсбук. Я забываю ставить на Фейсбук иногда. На самом деле на канале, там где лайф, там все прямые эфиры. Где лайф. А там где видео, там просто видео. Я меньше делаю видео, но вот когда моя жизнь немножко стабилизируется, я буду больше делать видео и, может быть, меньше прямых эфиров. Потому что видео есть видео. А вообще надо мне точно уходить на английский язык. Точно. Точно. Привет, Тель-Авив. Привет, Алматы. Привет, Лос-Анджелес. Привет, ребята. Татьяна, поздайте, пожалуйста, книги, которые лучше предложить взрослым детям. У меня в описании к видео есть список книг, которые я рекомендую. Я об этом говорю уже несколько лет. Если вы со мной, то вы точно знаете. Пусть они, взрослые дети, тем более читают эти книги. Сейчас я вот пошла в магазин, чтобы купить последнюю книгу Ювали Харари «Нексус», где он рассказывает нам о том, почему люди воюют, почему люди самоуничтожаются, почему наша человеческая раса – это единственная раса, которая самоуничтожает себя и себе подобных. Почему люди это делают? Это, конечно, очень актуальная книга сегодня. И Юваль Харари – большой умница, молодец, он историк из Израиля. Он написал вот сейчас эту книгу после «Sapiens», после «Century XXI век», после «Люди-боги» вот эта вот книга. Но её в магазинах нет. Мне сказали, что она будет только во вторник. Меня уже здесь не будет. И её нет на Амазоне пока ещё. Но она есть адбал, то есть её можно прослушать. Но купить саму книгу пока что нельзя. Всем рекомендую, как только книга выйдет, это сразу вы становитесь человеком, который получает знания, которые написал умнейший человек, который умеет анализировать. Он не просто историк, он умеет анализировать события вокруг него. И этот анализ уже вам предложить. То есть вы сразу, как вот стать самой умной? Читайте умных людей, и вы станете умным. Другого метода нет, и никогда не было. Это единственный метод стать умной – это читать книги умных людей и разговаривать с умными людьми, слушать умных людей. Поэтому вот всем рекомендую прослушать или прочитать книгу «Nexus» Юваль Харари следующую, чтобы сразу понять, кто мы и почему. И Юваль Харари говорит, что люди воюют не потому, что они такие биологические животные, злые такие, волки, что им надо убивать друг друга из-за еды, из-за каких-то товаров, из-за чего-то. Они воюют, потому что каждый раз им подсовывают вот такую вот историю какую-то, легенду, из-за чего им надо убивать других. Что вот те плохие люди, они не человеки. Всегда это люди, которые не люди. Они нацисты. Они вообще, бог знает кто, их запросто можно убивать. Они не люди. Или вспомните, сколько мы уже видели религиозных воин, когда воевали крестовые походы и различные другие всякие вещи, и инквизицию, и походы Наполеона, и походы Гитлера, которые тоже говорили, что они не люди. Они вообще, что это за раса? Я вот ареец, мы лучшие, мы имеем право. То есть каждый раз из-за какой-то истории люди убивают других, не потому, что мы так биологически созданы. Я поняла, что просто не люблю людей, и это нужно менять. Такая простая истина, но только сегодня поняла, что нужно менять свое отношение к обществу. Конечно, конечно. Вас никто никогда не будет любить, если вы не будете любить людей. Вы никогда не будете успешным человеком, если вы не будете любить людей. Потому что все, что мы делаем, это отношения. А отношения, я тебя не люблю, но ты возьму мой бизнес. Excuse me, почему ты? Я возьму тех, я приду, куплю кофе у того, кто с улыбкой, с радостью мне продаст этот кофе, этот багет, этот круассал. Я продам дом тому, кто меня любит. Я не буду работать с клиентами, которые меня не любят. Я ничего с ней не буду никогда делать ни с кем, где я вижу какой-то снобизм, или какую-то невежливость, или какое-то отчуждение. Поэтому это кор всего абсолютно. А вы не кратитесь по-новому? Нет, нет, нет. Я пробовала, я купила все, что мне сказала Даша. Но я, может быть, буду когда-нибудь, но пока что нет. Философия. Если родился в свободной демократичной стране, проще достичь уровня жизни. Это правда, конечно. Естественно, для этого и демократические страны, чтобы там людям были все возможности, конечно. Конечно, безусловно. Но это шанс каждого уехать из страны, если вы живете в стране какого-то тоталитарного режима. Это ваша ответственность. Это не ваша ответственность, что построили такую страну. Возможно, вы, может быть, не голосовали за этих людей. Но ваша ответственность взять ее на себя и уехать из этой страны. В страну, где есть возможность раскрыть все ваши способности. Так. Украина вся в крови. Как дальше жить? Знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. У меня нет ответа. Не знаю. Не знаю. Кстати, у богатых родителей дети, наоборот, избалованы и ничего не хотят добиваться. Не всегда. Опять, Инна. Это не значит, что это всегда так. С одной стороны, так. Да. С другой стороны, как много династий. Когда ведутся династии, дети берут управление, бизнес и родители. И таких династий тоже очень много. Посмотрите, прогуглите. Самые богатые люди мира. Очень много династий, где это берется, наследуется и дальше развивается, продолжается, увеличивается. Вот Трамп, пример такого. Татьяна. Сколько процентов в Канаде маклерская комиссия? Что такое маклеры? Это риелторы? Проценты обычно 5%, которые делятся пополам между двумя агентами. По 2,5%. Мы меняем философию, меняя наши мысли. А что делать, если не веришь в новые мысли, понимая, что это самовнушение и отталкивается, что ли? Вот это хороший вопрос. Он, казалось бы, такой очевидный. С другой стороны, а да, если не веришь в новые мысли. А как ты можешь в них верить, если у тебя их нет? Поэтому мы начинаем сначала с потребления информации. Сначала информация, которую вам сказали умные люди. Как вы видите, что они потребляют. Вот почему Аристотель пишет 11 отличий успешных умных людей от других людей. Потому что мы смотрим на других. Что они потребляют? Где современная научная информация? Потом мы начинаем потреблять эту информацию, а информация меняет наши мысли. Понятно? Что создает информация? Информация создает новые связи между нейронами. Сейчас у вас только такая связь. Например, вы родились в религиозной семье. И вам всегда говорили, есть Бог. Вы всегда вставали на колени утром, вечером молились. Вы всегда кушали, молились. Вы в церковь ходили каждое воскресенье. Вы вот с этим жили. У вас была только связь между нейронами, вот с детства. Вот такая вот, что есть Бог, и так вот все есть. Все. И вам кто-то говорит, Бога нет. Это вообще есть эволюция и прочее. А вы говорите, а у вас нет таких связей. Вам эту информацию в большом количестве никто не вложил в голову. Вы не вложили ее себе. Представьте себе, что вы попали в окружение, где люди все абсолютно... Никто в Бога не верит. И вы или в институте учитесь где-то, и вы изучаете, читаете книги, много-много говорите. И у вас начинают образовываться новые нейронные связи, более новые, которые туда... И вы ушли из своей семьи, выросли, вот вы студентом стали. И вы учитесь в ВУЗе, и вы изучаете историю религии, где вам говорится, что это все придуманная история. И вы тогда... У вас появляются новые связи такие, которые уже нейрончик от нейрончика, электрохимический такой импульс, где вы получаете новую информацию. И вы тогда начинаете думать по-новому. Все. А старые у вас загасают, потому что вы больше не в той среде, вы из нее уехали, или вы новые, более сильные. Тогда у вас поменялось мышление. По-другому не бывает. Или там вы всегда считали, что надо есть углеводы. Всегда есть, есть, есть и углеводы. А теперь вам говорят, меньше углеводов, больше белков. Если вы хотите, чтобы у вас был хороший мозг, это для людей, у которых есть проблемы вот такие вот серьезные, с различными ментальными проблемами. Особенно для нас, для всех, наверное, тоже. Опять-таки, чтобы эта информация у вас заработала, вам нужно много посмотреть фильмов на YouTube, вам нужно много посмотреть фильмов, вам нужно много почитать информации, послушать, 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 и тогда у вас создается сильные нейронные связи. Это все механика. Механика. То есть вам надо ее построить, реально построить. Вот просто вот как мы строим дом. Точно так же. Здравствуйте. Скажите, как запоминать и обрабатывать полученную информацию? Если мне уже много лет и нет памяти, но еще не на пенсии. Ну, не на пенсии, значит, не много лет. На пенсии, значит, еще молодая женщина. Как запоминать? Если вам недостаточно, значит, надо прочесть еще раз, прослушать еще раз, законспектировать то, что я делаю. Я слушаю и конспектирую. Сегодня откуда Аристотель у меня? Я законспектировала Аристотеля? Я слушала YouTube-видео. Потом я пошла, послушала видео. Есть такая School of Life, YouTube-канал. Там много-много про философов. Я смотрю их периодически. Потом я пошла на Google. И на Google я почитала, что говорил Аристотель по этому поводу. Разные сайты. А потом я это все законспектировала. Как вам кажется, кто лучше запомнит? Тот, который только слушал? Или тот, который и послушал, а потом еще почитал, а потом еще записал, а потом еще вам рассказала? Конечно, я запомню это навсегда. Потому что я очень много создала нейронные связи новые. Помните всегда, что это чистая механика. Чтобы что-то запомнить, нужно создать новые нейронные связи. А нейронов у нас бесконечное количество. Сколько хотите. Столько создавайте. Красивая блузка. Спасибо, ребята. Сейчас нет маски. Нет. Никакой маски нет. Нет. Ничего нет. Я вижу, где это все. Ничего. Откуда черпать силы нам, украинкам, когда вся страна в крови и похоронах? Не знаю. Я не знаю, что делать. Не знаю. Это просто возмутительно, что мировое сообщество вообще не помогло Украине. Совсем. Если бы они помогли с самого начала, не было бы вообще никакой войны. Если бы они с самого начала помогли. Они не помогли. Почему? Не знаю. Не знаю. Я считаю, что мировое сообщество очень виновата в этом. Я не говорю, что виновата Россия, которая ведет эту кровавую войну. Я говорю, это безусловно. Но остановить это все могло мировое сообщество. Почему не сделала? Не знаю. Не знаю. Наверное, нужно уехать из Украины. Если вы можете уехать, уезжайте и строите свою жизнь. Это ужасная тема. Ужасная. Какой марки ваши фиолетовые тени? Все эти фиолетовые сейчас я возьмусь. А вообще-то мне надо работать. У меня столько работы. Во-первых, надо собираться. Во-вторых, мне надо написать очень много. Мы взяли дом на продажу. Большой хороший дом. Я вам в стори показывала. Очень красивый дом. 3 миллиона 690 тысяч. Потрясающий дом в лесу. Потрясающий просто. Поэтому мне надо сейчас все это поставить на листинг, в МЛС поставить, написать описание. Мы заказали фотографии. Там огромная работа сейчас. И мы уезжаем через два дня. Очень хорошо. Но мы на неделю, правда. Вот это вот такие вот сиреневые тени. Я их купила в Италии. Я всегда ищу, где есть сиреневые тени. Тени в Италии. Я их купила на Лайкома. Называется Impressible. Вот такая компания. Итальянская компания. Очень маленькая. Impressible. Но это не важно. Главное, чтобы вы просто имели сиреневые такие тени, которые трудно найти правильные. Раньше они были у MAC, а сейчас их нет. Такую же купили шелковую блузку? Да. Эта шелковая блузка потрясающе смотрится. Я ее ношу с белыми джинсами, с белой юбкой джинсовой, с синей, с голубыми джинсами. Очень красиво. Очень красиво. И с голубой юбкой. Поэтому все это вот комбинация из такого шоколадного цвета, просто потрясающе. Сейчас я вот в Париж возьму только шелковые блузки. Только. Кстати, там погода, кажется, 15-16 уже будет. Уже понадобится что-то тепленькое брать. Я страдаю ADHD. Я очень рассеянно, оставляя дела в последний момент. Я не ленивая, мне очень тяжело с этим жить. Ну да, но опять-таки, Марьяна, вы можете с этим справиться. Очень многие люди справились с этим. Именно через правильное питание. Значит, вот вы тот человек, которому нужно почти убрать углеводы и перейти на кето-диету. Тогда у вас будет гораздо лучше работать мозг. И начните на YouTube искать случаи и рассказы людей и врачей, которые смогли с этим справиться. И до определенного предела вы с этим можете справиться. Я очень сожалею, что у вас такое. Но это очень часто болезнь, с которой очень легко справиться. Как там говорят, я слушаю очень многих врачей, которые говорят, что было ужасно, стало абсолютно нормально. Абсолютно. И книг таких много написано. Кульнара Баку. Наряд дня. Я показала в начале свой наряд дня. Показала. Вот Оксана говорит, я больше не верю в Харари. В одной из своих книг писал, что войны с танками, автоматы больше не будет. Он ошибся. Ну, ошибаются люди. Он ошибается. А я не думаю, что он прям так писал только. Ну, а откуда он знал, что есть такое зло? Поэтому, это, опять-таки, никогда не будьте категоричны. Он, конечно, не мог ожидать, что такое может быть. Но все ошибаются. Кто мог вообще... А вы знали, думали, что такое может быть? Меня спрашивали, я тоже говорила, что такое не может быть. Это что-то вообще out of reality, то, что делается. Это просто совершенно полная шизофрения. Полная. Татьяна, я полностью согласна с вашими суждениями о жизни. У вас есть чему поучиться? Спасибо, ребята. Спасибо. Ну что, будем с вами заканчивать. Спасибо. Спасибо. Как интересно, вы сочетаете золото и бусы. Ну да, я подумала, что это вот так вот подойдет. Как себя чувствует ваша мамочка? Хорошо. Хорошо чувствует. Я разговариваю с ней очень часто по телефону, по видеосвязи. Она сама умеет мне звонить через WhatsApp. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Татьяна, почему среди утюг те, кто верит в Бога? Вот это я с этими... Есть разные люди и есть плохие ученые, есть ученые, которые имеют, опять-таки, как мы сказали, такие же вот связи, ненаработанные, наверное, может, у них в детстве так было. Возможно, у них такие родители, они из такой семьи. Потом, это очень трудно им оттуда вывести. Очень часто это идет из семьи. Очень часто это идет из семьи. И я так смотрю вот на американцев. Многие, многие из них вот постоянно бросаются про Бога, про все это. я смотрю на это даже вот Доминик Сакс, да, блогер, американка. Всю жизнь на телевидении, молодая, современная женщина. И постоянно она про этого Бога. И опра про этого Бога. Я так думаю, что это вот в американском обществе это очень-очень часто и очень принято. Как там у них это все в глубине, это я не знаю. Но это не значит, что это так и есть. Вы должны использовать свое... Почему вы пользуетесь от пигментации? Чем вы пользуетесь от пигментации? Да ничем особенно не пользуюсь от пигментации. У меня особенно нет. У меня есть только одно было пятно здесь. Больше ничего нет. На руках я удаляла купел с такой лампой, но это все возвращается опять назад. Я перестала вообще это делать. Согласно необразованные или малообразованные люди и бедные люди едят много углеводов. Ну да. Татьяна, почему так? Гарвард. Украина плачет. Плачет. Устали от войны. Плачет. Страшно. Каждый день страшные события. Каждый день ужасные события. Кто скажет о фразе «Богаче тот, чьи радости требуют меньшего?» Я вижу. Знаете, так много сказано фраз, так много всего, что это совершенно не значит, что вам нужно в этом разбираться, что вам надо думать об этом, что это правильно сказано. Это ничего не значит абсолютно. Вы тоже думайте сами. Сами думаете, как правильно. это не Алан School of Life. Раньше был Алан Де Боттон, но сейчас я вижу, что его там нет. Раньше я слушала его очень смешные разные разговоры. Как уехать? Молодых мужчин не выпускают. Границы перекрыты. геноцид нельзя сказать. Геноцид это точно, конечно. Вам нужно свою жизнь сохранить. Я понимаю, что вы хотите с мужчинами быть рядом, но надо жизнь сохранить. Погибли во Львове семья, жена и три девочки. Ракета попала в их дом. Только мужчина выкарабкался весь в крови еле-еле. Ужасно. Им надо было уехать, спасти девочек. Такие три чудесные девочки, женщина такая красивая, молодые все еще. Не знаю, ребят, вопрос по Украине как вам быть, я не знаю. Каждый поступает сам, каждый решает сам. Но я бы уехала. Я бы уехала. Не знаю, я такой совет никому не знаю. Я бы уехала. Вы сами решайте. Я еду в Париж на отдыхательное какое-то событие. Да нет, я еду в Париж, потому что все было оплачено еще в апреле. И отель, и билеты все были оплачены. И не удалось ничего передвинуть или сделать cancel, получить назад, что-то ничего не удалось. А терять тоже не хочется. Поэтому, конечно, сейчас бы нам не вовремя это все и не нужно. Но все оплачено. Поэтому мы едем на неделю всего лишь. Всего лишь на неделю. Так, ну хорошо. Вот видите, девочка мне пишет все время про того, что Татьяна, почему среди ученых те, кто верит в Бога, ректор Гарварда, например. Вот. И она написала уже пять или шесть таких сообщений. Я не знаю насчет ректора Гарварда, я не знаю, но вы имеете свою цивилизованную точку зрения на это. А что он там верит, не верит? Может, он такой политик. Вот Трамп тоже все время говорит. Ему это помогает для политики. Поэтому люди могут спекулировать чем-то. Или быть, как я сказала, брейнвождь. Брейнвождь Лобковский тоже говорит, что у него был такой синдром. Но он стал психологом. Скажите, как повысить свою самооценку, если работать в народной компании, от мужа не забейшу материально, есть трое детей, друзья, но муж грубит и говорит, не нравится Вали. Ну, я бы... Если вы хотите свою самооценку, то нужно на самом деле просто уйти от такого мужа. Если он так грубит и говорит вам Вали, почему бы вам не уйти от него? Он вам говорит, уходи. Я бы ушла. Я бы с таким мужем и жила рядом. Мы вместе не для того, чтобы нас кто-то унижал. Нас аутсайд люди могут со стороны унизить. Еще будет кто-то дома унижать, еще чего. Я бы не терпела. Или скажите ему, что вы это терпеть не будете и уйдете. Скажите, стоит ли актрисе работать в театре, если очень маленькая зарплата. Я не знаю, если вам нравится и у вас есть другое содержание, работайте. Если не можете выжить на эти деньги, не будьте тогда актрисой. Но все-таки вам же надо как-то выживать. Или вы не можете без театра сделать это своей. Найдите еще работу дополнительную к этому. Пусть это не будет вашим единственным занятием. Работайте что-то еще дополнительно. бусы купила в Квебеке. Ну что, будем заканчивать? У меня много работы. Я очень благодарна вам, что вы ко мне присоединились сегодня. Спасибо. Так что будем с вами дальше. Но не забудьте про философию жизни. Не забудьте расписать, как я вам сказала. Умненькие из вас сегодня точно есть. Эти умненькие распишут свою философию. А другие не распишут и будут жить с тем, что жили. А умненькие сядут и распишут и посмотрят, куда эта философия их ведет. Эта философия жизни им помогает или вредит? Вот основная точка зрения наша, цель наша, это высокое качество жизни. Если ваша философия не обеспечивает вам высокое качество жизни, значит нужно менять философию. Хорошо? Вот напишите прям слоган такой. Качество жизни. Моя философия, которая ведет меня к высокому качеству жизни. И действуйте. Хорошо? По всем вот критериям, как я сказала. Все. До следующей встречи, мои дорогие. Наверное, в следующей неделе мы с вами не увидимся, потому что я буду в Париже, вряд ли я смогу, так что это потом, когда я уже вернусь. Хорошо? Все. Пока, мои дорогие. Пока-пока. Пока.